Приветствую всех, друзья, кто зашел на канал Arzun Games. Мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту Axioma. Мы посмотрели уже много чего в предыдущих частях. Надеюсь, что эта часть будет последняя, финальная. Хотя на этом проекте есть на что посмотреть. Проект очень индивидуальный, универсальный. Он не похож на остальные проекты, связанные с GTA 5 RP. Это отдельная самостоятельная сборка. Ну, в общем, давайте потихонечку выезжать и смотреть на то, что мы еще не посмотрели в предыдущих частях. Именно сейчас мне хочется направиться на частные склады. Еще в первой части я говорил, что на этом проекте есть возможность покупать собственные склады и в них хранить какое-то оборудование или ресурсы, которые здесь тоже можно собирать. Склады выглядят вот так. И если зачастую я критиковал выбор локации на этом проекте, потому что действительно там тот же магазин автомобилей выбран в очень странном месте, не похожем на магазин. Это просто какая-то дверь с лестницей. То вот эта локация мне нравится. Нравится тем, что вы можете сюда выгружать свой товар, не только подъезжая на машине, но и на корабле, если есть такая нужда. Ну, а стоимость этих складов вы сейчас видите. Таблички очень плохо читаемые, поэтому я увеличу, чтобы было понятно, сколько стоит подобный складик. Напомню, что по условиям игры этот склад можно переоборудовать в подсобные помещения для крафта. Какие именно крафтовые системы здесь введены, я пока не разобрался, но это все можно прочитать на странице ВКонтакте. Что касается стоимости 185 тысяч, тоже не очень понятно, где взять эти деньги, потому что я показывал, да, работа дальнобойщиков, самый дальний рейс стоит 250 долларов. За сбор ресурсов получаешь примерно, ну, от полутора до двух тысяч. Где взять 180, пока не очень понятно. Но проект настраивается, я думаю, что и все цены все еще подгонят. А вот о чем бы сейчас хотелось поговорить, так это о системе медицины на этом проекте. А дело в том, что он полностью зависит от онлайна медиков. Если медики есть в онлайне, то, в общем-то, все хорошо. Вы можете вызвать медика, если он сможет к вам приехать, то он вас вылечит. Ну, или если вы доберетесь до медпункта, то все у вас будет хорошо. Но вот в случае, если, как сейчас, например, онлайна нету, народу мало, медиков нету, то что делать, непонятно. Если вы можете заметить, то у меня остался крапуль здоровья. Пока я ездил по ресурсам, я свалился с горы. И вот что мне теперь делать, я на самом деле и не знаю. Вот на такой случай здесь не предусмотрен никакого альтернативного способа лечения. Что игроку делать, непонятно. Я съездил в поликлинику, как видите, регистратура пустая. Никаких ни ботов, ни аппаратов здесь нету. То есть мне ничего не остается, как только ждать, когда в онлайне появится хоть один медик. Но одного медика на целый сервер мало. То есть надо ждать, когда накопится там их человек 10, чтобы они смогли хоть как-то адекватно работать. Ну, вот этот момент тоже не мешало бы как-то исправить, чтобы хотя бы какая-то там, не знаю, стоял аппарат с пилюлями, с волшебными. Ну, в общем, что-то надо придумать, потому что если нету медиков, то, в общем-то, и все. На этом и сказочке конец. Я вот даже не знаю, может быть, в моем варианте проще убиться насмерть и появиться в клинике. Не знаю, я не стал экспериментировать. Тихонечко ездил, чтобы больше действительно не разбиться. А приехал я в такой уютный уголочек, где продаются дома, чтобы посмотреть на цены. И мне очень интересно, если есть в магазине мебель, то, соответственно, в домах не должно быть мебели. И вообще мне интересно, а вот как ее там расставлять? По своему желанию? Или просто ты покупаешь, и она автоматически появляется на том месте, где она была когда-то задумана разработчиками самой ГТАшки? Давайте посмотрим, как эти дома выглядят внутри. Что там есть из мебели? Что надо покупать? Стоимость вы видите. Ну да, таблички очень мелкие. С табличками тоже надо что-то делать, надо над ними работать. Они очень плохо читаемые, черно-беленькие такие, невзрачные. Ну вот так выглядит дом. И действительно, смотрите, в доме нет ни одного предмета мебели. Все, вплоть до кухни, вам предстоит покупать самостоятельно. Действительно интересно. Мне потом дадут возможность самому поставить там, где я хочу. Ну, я думаю, что, скорее всего, после покупки тот предмет мебели, если он здесь есть, он просто встанет на свое штатное место. Ну, я так думаю. Вряд ли есть такая механика, чтобы самостоятельно ставить мебель туда, куда ты хочешь ее поставить. Цены образования на дома тоже какие-то странные. Ну, во-первых, это, мне кажется, очень завышенная цена. Тот дом стоил 102 тысячи, это стоит 85. А по сути-то они абсолютно одинаковые дома. И сейчас мы увидим, что внутри он точно такой же, как и предыдущий дом. Но почему же он стоит дешевле? Абсолютно непонятно. Видите? Планировка абсолютно такая же. То есть, ну, какой тогда смысл переплачивать, покупать за 102 тысячи, если рядом стоит дом за 85? Есть какая-то непонятка в этом вопросе. Ну, давайте, чтобы убедиться, посмотрим еще один домик. Ну, и как видите, опять, этот тоже стоит 105. Заходить не буду, потому что внутри они все абсолютно одинаковые. Ну, почему стоимость у них разная, непонятно. Действительно непонятно. Ну, и сама экономика очень еще, мне кажется, сыроватая и недостроенная. Потому что заработать такие деньги, вот, насколько я понял, это очень и очень сложно. Здесь придется потратить огромное количество времени. Цены вы можете посмотреть в предыдущих частях на ресурсы, на работу, какие здесь цены. И, ну, вот, вы видите, что я за это все время заработал всего, ну, чуть больше пяти тысяч. Ну, минус, что я еще купил машину, но она дешевая, там, копейки стоила. На начальные деньги я ее взял. Ну, поэтому я не знаю. Мне кажется, еще пока не сбалансировано по ценам здесь, потому что, ну, все очень дорого. Может быть, что я чего-то недопонимаю, и, может быть, здесь есть какая-то работа, которая, ну, приносит очень хороший доход. Бог его знает. Но, скорее всего, что придется, ну, месяц точно задротить, если нет никакой высокооплачиваемой работы. Но такая работа, мне кажется, все-таки есть. И еще в самом начале нашего обзора, в первой части я рассказывал, что на этом проекте есть несколько организаций, предприятий, которые может купить любой игрок. И одно из них уже куплено и работает. То есть здесь руководство состоит из реальных людей, из игроков. Это, мне кажется, самое лучшее решение для РП-проекта. Когда работу вам предлагает не МПС-шка, не бот, а вы устраиваетесь через диалог, через общение, в какую-то организацию. И вот это одна из таких организаций, к которой я сейчас и подъезжаю. И как раз сейчас попробую устроиться к ним на работу. Я уже подъезжал сюда, но была ночь, и всего один человек здесь был, и тот, по-моему, спал. Поэтому мне не удалось с ним поговорить и что-либо у него узнать. Но сейчас я вижу, что стоят машины, и, скорее всего, здесь кто-то есть. Может быть, даже это какие-то корпоративные машины. И вот-то я вижу, что кто-то там ездит. И, по-моему, вот оно, по-моему, вот руководство этой организации подъехало. Ну, значит, мне повезло. Пойдемте в офисе, их подождем. Ну, друзья, беда в том, что я не заметил одной проблемки. У меня не был включен микрофон. Поэтому разговор, диалог будет однобокий. С моей стороны будут только субтитры. Так, сейчас. Нет, подождите. У вас уже был опыт работы водителем? Угу. Хорошо. Так, а как вас зовут? А, полностью. Хорошо, мы можем познакомиться. Хорошо. Так, сейчас. А, сколько вам лет, Алекс? Хорошо. Можно тогда вашу эди-карту, чтобы я мог выстрелиться? Угу. Так, вы согласны на неделю стажировки, после которой, если вы себя хорошо проявите, будете официально устроены? Так, хорошо, подойдите сюда. Так, сейчас я вам выдам должность водителя. Приветствую. Маркус, ты говоришь с ним? Я когда вас с этим занимаешься? А, я его принял. А, Маркус, я тогда потом Алексу расскажу про автомобили, про GSM Terminal и заказы. Хорошо? А, Маркус, он на водителя пришел устраиваться. Я тогда... Хорошо, я тогда проведу у него вопросы, беседование, а ты проведу дирекцию. Пройдемте. На вашем GPS-е должна стоять метка гаража вот здесь, впереди. А, смотрите, у нас есть три, четыре, точнее, автомобиля под названием Mool. Это, вы знаете, что такое? Да, такой небольшой грузовик. В основном мы берем его, чтобы доставлять заказы до магазинов одежды или до магазинов продуктовых. Туда вмещается относительно много коробок, но если заказ большой и нужно ввести какие-то патроны или части для оружия, то нужно брать уже автомобили побольше, например, Phantom или Pounder. А, также есть у нас автомобиль Packer. Видите его в списке? Точнее, их несколько. Это такой автомобиль... Отойдите немного, я возьму. Это вот такой автомобиль. К нему прицепляется трейлер, который мы берем у Jet Sam Terminal. Jet Sam Terminal, это то место, где мы заказываем сырье. Например, одежду низкого класса, среднего и высокого класса. Сырье перерабатывается, и мы везем это сырье на, например, на мулах или на паундерах уже в бизнесе. А, вон там у нас склад. Вот сюда вы подгоняете задом, например, грузовик, и у вас будет тут заказ. Если вам выдал заказ менеджер, ну или, например, я или Маркус. Маркус это владелец, как вы уже поняли. То у вас тут будет графа с заказом. Вы сможете взять коробки, увидеть, сколько коробок вы можете взять и сколько нужно доставить. Эти коробки вы должны будете погрузить в багажник или в трейлер вашего грузовика. И затем проследовать до точки назначения. Потом вы берете коробку в руки и сдаете на склад в бизнес. Пока что этим занимается водитель, да. Но потом, если у нас будет очень много заказов и водителей, И особенно, если появятся крупные заказы, то мы будем нанимать грузчиков. Так, а насчет заработной платы. Она у нас фиксированная. Ну и вот, друзья, такое вот РП у меня здесь случилось. Я устроился в эту организацию. Ну и как вы, наверное, уже догадались, Этот человечек подтвердил, в общем-то, все то, что я говорил в первых двух частях. Здесь налажена сеть снабжения. И люди, которые покупают свой бизнес, Сами не могут поставлять себе товар. Весь товар, поставляемый в их магазины, Будь то магазины одежды, Или магазины, торгующие оружием, Или магазины, торгующие продуктами, Все они должны затариваться вот здесь. Таковы условия этой игры. Все условия на этом проекте создаются таким образом, Чтобы игроки взаимодействовали между собой. И вот это, я считаю, действительно правильное направление в ролевой игре. Я обошел уже кучу проектов, связанных с GTA V. И в основном они все лежат на платформе Rage MP. И я уже, на самом деле, стал разочаровываться. Потому что однобокая RP в стиле 100 это ограбление, На самом деле, уже сильно-сильно надоело. Но вот я нашел проект, на котором действительно развивается Грамотная, на мой взгляд, ролевая игра, Которая заставляет, если можно так выразиться, Игроков взаимодействовать между собой. Экономика этого проекта тоже выстраивается таким образом, Что, играя роль продавца в магазине, Или хозяина этого магазина, Вы все равно будете взаимодействовать с кем-то из линии поставщиков. Ну, на мой взгляд, это очень грамотное направление. Ну, это, я сказал, все, что касается общего развития этого проекта. Но есть еще и нюансы, которые я бы, наверное, и не смог вам показать, Если бы не устроился на эту работу. Оказывается, здесь, опять же таки, по аналогии с Армой, Есть в продаже рация. И эту рацию нужно покупать для того, чтобы общаться не по телефону, А между своими, ну, там, с друзьями, Или вот как у нас сейчас, в этой организации у всех выдается рация. Вот, ну, не выдается, вернее, а ее надо купить. Есть общий канал, и в этом канале я и буду получать заказы. Ну, а само управление и настройка рации Тоже очень сильно напоминает армурскую механику. Тоже разговор на отдельную кнопку, Точно так же настраиваются и фиксируются каналы. Ну, в общем, вот эта фишка мне понравилась. И опять-таки я должен отметить, что это первый проект, На котором я увидел вообще рацию. Ну, а значит, на этом проекте есть два вида связи. Что тоже очень радует. Вообще, с этим человеком мы проездили очень много. Он очень много всего мне показывал. И связанного с работой, и какие-то еще определенные фишки этого проекта. Ребята вообще в этой организации оказались достаточно адекватными и интересными. Мне было очень приятно привести с ними время. Но время неумолимо. Настал тот момент, когда мне пришлось покинуть и ребят, и этот проект. Но на этот проект я обязательно еще вернусь. Мне очень понравилось его направление. Направление целиком. Куда движется этот проект? Мне очень понравилось. Наконец-то я встретил РП, на котором, кроме стой этого ограбления, есть еще что-то. Есть какое-то развитие. Есть взаимоотношения между игроками. Мне очень понравился этот проект. Да, он сырой. Но у него уже есть намеченная цель. И осталось только пройти к этой цели. Исправить все косяки. Сделать какие-то манипуляции с табличками. Ну, в общем, по мелочам. Но целый, вот, целиком, если брать этот проект, направление у него очень интересное. Я считаю, что вот это и есть РП направление. Истинное РП направление. Поэтому сказать что-то плохое про этот проект я не могу. Даже несмотря на то, что я нашел здесь очень много багов. И там я не показал, например, есть в продаже дома, в которые ты хочешь зайти посмотреть внутри. А проваливаешься сквозь землю и летишь куда-то. Летишь, летишь. Но все это, я думаю, исправит. И нечитаемые таблички, и плохо работающие таблички. Все это можно исправить. Над этим проектом работает немного людей. Насколько я знаю, вообще их или один, или два человека трудятся над подобным проектом. Поэтому, конечно же, ему тяжело. Тяжело, но я уверен, что человек справится. И я обязательно еще раз сюда зайду и поиграю. Этот проект мне понравился. К сожалению, больше мне показать здесь нечего. Сюда надо зайти и все пощупать самостоятельно. Понять это. Ощутить вот эту атмосферу, которая здесь царит. Поэтому, кому понравился обзор, кто посмотрел. Милости просим, заходите, играйте, тестируйте. Пишите о тех багах, которые вы нашли. Проект интересный. Поверьте, он интересный. Но у меня на этом все. Больше мне показывать нечего. Мне нужно отправляться искать другие острова. Другую, скорее всего, легкую жизнь. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok